После абсолютно провальных дебатов для демократов, для Байдена персонально, была какая-то надежда иллюзорная, я понимаю, что это вот за соломинку уже хватались, надежда, что все-таки удастся Байдена уговорить, снять свою кандидатуру с выборов. Но поступила информация, в воскресенье поступила информация, что лидеры демократов исключили, заявили о том, что они полностью исключают возможности замены Байдена в качестве кандидата в президенты. Насколько я понимаю, после дебатов были интенсивные консультации, у меня нет никакого инсайда, но я так понимаю, что советовались и с семьей Байдена, потому что высказывали очень многие мнения, что единственное, кто может договориться с Байденом о том, чтобы он сам снял свою кандидатуру, это его супруга. Но, видимо, не сослось, и в любом случае публичное заявление лидеров демократов о том, что это невозможно. То, что это очень сильно противоречит настроениям в том числе и демократической части американского электората, показал опрос CBS, который после завершения дебатов продемонстрировал, что число демократов, опять-таки подчеркиваю, речь идет о демократах, с республиканцами это все понятно, и даже с неопределившимися, понятно, но именно среди демократов число людей, которые считают, что Байден не должен баллотироваться в президенты, увеличилось на 10 пунктов с 36 февраля до 46 после дебатов. Ну, фактически это действительно приговор, то есть сами избиратели, демократы, ядерный электорат Байдена выступает, практически наполовину выступает за то, чтобы он не продолжал избирательный процесс. Ну, а естественно, республиканцы ликуют, и очень яркое заявление сделал сенатор-республиканец Линдси Грэм, он вообще большой специалист по ярким заявлениям, он сообщил, что мысль о том, что у Байдена не повезло в этот вечер, имеется в виду на дебатах, не соответствует действительности. У него неудачное президентство, и у него были катастрофические дебаты. Ну, со второй мыслью можно согласиться безоговорочно, дебаты были действительно катастрофические, но первая идея, она, в общем-то, это было понятно для республиканцев, здесь можно на эту тему дискутировать, но это уже не имеет ни малейшего значения. Значит, самая большая еще проблема заключается в том, что я не знаю, что на самом деле думает Байден, это, так сказать, наверное, взять на себя смелость и сказать, что он думает, никто не может, ну, и, по крайней мере, я уж точно, но то, что он говорит, свидетельствует о явной неадекватности, явной непонимании того, что произошло. Потому что вот, когда, да, в субботу он выступил на, значит, по итогам как раз этой предвыборной кампании и сообщил, что, значит, с момента, радостно сообщил, триумфально сообщил, что с момента дебатов было собрано еще 27 миллионов долларов, что стало самым большим фандрайзингом с момента начала предвыборной кампании. И он признал, что он выступал не лучшим образом на дебатах, но сказал, что избиратели отреагировали иначе, чем эксперты. Ну, опять-таки, на чем он основывается, не знаю, во всем случае опросы показывают совершенно противоположную вещь. И здесь что очень тревожно? Тревожно то, что Байден в политике, в большой политике, в общеамериканской политике 54 года, с 1970 года, 54 года в политике. И человек, который имеет такой гигантский опыт, не понимает, что выборы – это не бизнес, что успех в бизнесе действительно измеряется сбором денег, получением доходов, а выборы – это нечто совершенно другое. Поэтому козырять тем, что удалось собрать 27 миллионов долларов, ну, наверное, это странно. Не доллары же голосуют. Я понимаю, что деньги очень важны, но, тем не менее, есть масса примеров, когда люди, имея гораздо меньший избирательный фонд, побеждали на выборах. И в том числе и в Соединенных Штатах Америки. Поэтому это очень грустно. Очень грустно. То, что, так сказать, Байден провалил дебаты, это совершенно очевидно, но то, что нес на этих дебатов Трамп, свидетельствует о том, что это будет очень плохо. Опять-таки, я сейчас оставляю в стороне внутреннюю ситуацию в Соединенных Штатах Америки. Я понимаю, что для американцев это главное. Я говорю именно о последствиях для того процесса, который идет сейчас в мире. И центральным пунктом этого процесса является война в Украине. И человек, который говорит, что я за три дня прекращу войну и прекращу ее таким образом, что я предложу перемирие. Если Путин откажется, то я завалю Украину оружием. А если Зеленский откажется, то я лишу Украины вообще всякой помощи. Причем, так сказать, что будет предложено? Какая идея будет предложена? Он не говорит, но совершенно очевидно, что в такой ситуации понятно, что никакой помощи от Соединенных Штатов Америки ждать не приходится. И это действительно очень тяжелая ситуация. Переместимся в Европу. Здесь, прежде всего, символом этого ультраправого поворота являются Венгрия и Франция. Я могу вас всех поздравить. С 1 июля и до конца 2024 года место главы Совета Европейского Союза займет Венгрия. Вот до конца 2024 года. Значит, премьер, ну как мы с вами знаем, премьер-министром Венгрии, главой Венгрии является евроскептик и правый националист Орбан. Человек, который считает, что публично нападает на институты Евросоюза, воспринимает их как вред, как то, что угрожает Венгрии и так далее. То есть, это на самом деле крайняя форма евроскептицизма. И до конца года Венгрия в качестве главы, ну конкретно Орбан, потому что Орбан это диктатор, человек, который создал жесткую мафиозную структуру власти. И вот Венгрия в качестве главы Совета Евросоюза будет председательствовать на заседании Совета Министров, составлять повестку дня, вести переговоры с Европейским парламентом и так далее. И это страна, в отношении которой идет судебное разбирательство в соответствии со статьей 7 договора ЕС из-за угрозы правовой государственности в стране. Кроме того, еще несколько разбирательств. То есть, на самом деле, совсем недавно Европейский суд обязал Венгрию выплатить значительный штраф за нарушение. Тут из-за коррупции Европейский союз заморозил финансовую помощь Венгрии на общую сумму 30 миллиардов. Ну, короче говоря, это действительно серьезная-серьезная проблема. Я уж не говорю о том, что Орбан является категорическим противником выделения помощи Украине. И, значит, надежда на то, что в течение председательства Венгрии будет быстрое какое-то движение в прогресс о вступлении Украины в ЕС, эти надежды, я думаю, что не могут быть реализованы. По крайней мере, я полагаю, что вот то, что процедура вступления в ЕС предполагает открытие 35 переговорных глав по законодательству, прежде всего, я думаю, что это будет заблокировано до конца года. Тем более, что уже сейчас, не обладая статусом председательства в Совете ЕС, Орбан успешно блокирует финансовую помощь Украине. И в настоящий момент блокирует выделение из фонда ЕС военной помощи на общую сумму свыше 6 миллиардов 600 миллионов долларов. Виноват, евро. Значит, вот все разговоры о том, что, я слышу тоже разговоры о том, что, ну подумаешь, это же всего-навсего председательство, это формально. Мы очень хорошо знаем, мы убедились с вами только что, что такое роль председателя, что такое вот эта роль, так сказать, ну, такого бюрократа, который вроде бы не обладает какими-то большими полномочиями, но, тем не менее, председательствует, утверждает повестку дня, ставит на голосование. И мы только что убедились, что такое роль председателя на примеры Майка Джонсона, который, казалось бы, ну что это такое, спикер, спикер палаты представителей. Тем не менее, он сумел, вопреки позиции абсолютного большинства Конгресса, заблокировать в помощь Украине 61 миллиард долларов. То есть, это фактически вот его личный вклад в те проблемы, в ту кровь, которая сейчас льется в Украине. То есть, просто вот за счет бюрократических процедур. Может поставить на голосование, может не поставить. Может такую повестку дня утвердить, может такую. И, понимаете, это на сегодняшний момент, как мне кажется, вот то, что происходит, то, что Венгрия, будучи евроскептиком, вообще торпедирующим многие инициативы Евросоюза, и фактически пытающиеся его развалить, оказывается в роли председательствующих. Мне кажется, это пример того, что можно назвать таким вот процедурным фетишизмом. Да, ну есть вот очередность, есть такие правила. Но это же все-таки не закон. Я не знаю, еще раз, я, честно говоря, когда готовился к нашему с вами разговору, я не посмотрел договор Евросоюза. Но то, что вот это вот такая вот очередность, ну вряд ли это прописано каким-то законом. То есть, это правило. И, в принципе, поскольку эти правила угрожают той цели, ради которой, собственно говоря, формировался Европейский Союз, я думаю, что все-таки вот то, чтобы было какое-то решение о нарушении в силу в результате многократных нарушений законодательства Евросоюза, мне представляется, что было бы разумно все-таки собраться и принять другое решение. Не позволять вот в столь ответственный момент Венгрии блокировать, разрушать Евросоюз, находясь на посту председателя Совета ЕС. Ну, это что называется, здесь уже наша с вами позиция, наше с вами мнение ничего не значит. Значит, то, что вот этот вот процедурный фетишизм, я бы сказал, такой вот процедурный идиотизм, в данном случае возобладал. Помимо этого, Венгрия, еще раз вернемся к той роли, которая, эта страна во главе, с которой стоит крайний националист и евроскептик Орбан, она сейчас собирает пророссийскую коалицию из ультраправых партий в Европарламенте. Это настолько ультраправые партии, в которые даже не входит и партия Липен, и не входит партия, значит, премьера Италии. Это вот совсем такие крайние, то есть это, значит, он пытается сколотить новую фракцию под названием «Патриоты для Европы». Это партия, естественно, самого Орбана, значит, австрийская партия «Свободы» и чешская партия «Оно-211». То есть это политическая фракция, фракция пока еще не может быть, потому что там надо еще набрать депутатов из семи стран. Но это, в принципе, я думаю, что небольшая проблема. Я думаю, что фракция такая будет. И главная задача этой фракции – это ограничение влияния Европейского Союза, значит, и, безусловно, все эти три партии являются пророссийскими. То есть это, и все эти партии являются антиукраинскими. То есть это вот такое вот еще одно проявление ультраправого поворота. Вот образование такой, я не знаю, большой тройки правого нападения. В виде, ну, по крайней мере, если брать США и Европу, то это Трамп, Лепен и Орбан. Я не беру, так сказать, правые партии в Латинской Америке. Ну, вот мы сейчас говорим о внутреннем, таком троянском коне, правом, ультраправом троянском коне, который взрывает евроатлантическую цивилизацию. Конечно, мы уже с вами коснулись ультраправого поворота, который грядет во Франции. Он еще не наступил, но вот минувшие выборы в эти выходные, по результатам экзит-полов ультраправые партии Лепен набирают 34% голосов. Это абсолютное лидерство. И, ну, по крайней мере, второй тур голосования будет в следующие выходные, в следующее воскресенье. Ну, и вероятность того, что все-таки они смогут сформировать свое правительство, очень велика. Что это конкретно, в чем это конкретно может проявиться? Лепен уже заявил о том, что никаких военных французских на территории Украины не будет. Помощь Украине будет либо заблокирована, либо сокращена. Ну, все еще впереди, конечно, там будут пытаться сблокироваться, но, опять-таки, здесь я не рискую давать свои какие-то прогнозы. По крайней мере, поражение Макрона очень-очень сокрушительное. Здесь уже говорят о том, что он совершил глупость, устроив эти внеочередные выборы. Ну, по крайней мере, это событие уже произошло. Назад эту пасту в тюбик назад не загонишь. Так что, все, это уже поезд ушел. Так что, вот, ведущая, одна из ведущих стран, ну, практически ведущая страна Европы, она совершает еще один серьезный правый поворот. В общем, это все, конечно, печально. Теперь Украина. Здесь, ну, естественно, никакого правого поворота быть не может, но произошел тоже существенный сдвиг. Сдвиг в сторону переговоров. Последнее заявление Владимира Зеленского по этому поводу, о том, что переговоры с Путиным возможны, но только через последних, посредников. Можно сколько угодно говорить о том, что нет, это все прежняя позиция. Нет, не прежняя. Все-таки до последнего времени была четкая, четкая, ясная позиция Украины. Никаких переговоров с Путиным быть не может. Значит, переговоры, пусть даже через посредников, это все-таки переговоры. То есть, это означает, то есть, в Украине законодательно запрещены переговоры с Путиным. Даже если через посредников, все равно это переговоры. То есть, здесь ссылка на то, что это будет сделано по аналогии с зерновым коридором. Ну, в данном случае, не знаю, тут опять-таки не очень понятно, потому что механизм как с зерновым коридором, это, значит, кто-то переговаривается с Путиным, а Украина переговаривается с этим кем-то. И, в общем, это немножко другая история. Если все-таки это как-то увязывается с саммитом мира-2, то такая конструкция невозможна. Значит, возникает вопрос, что имеется в виду? Ну, я не в состоянии ответить на этот вопрос. Я надеюсь, что президент Украины прояснит свою позицию, ну, или в конечном итоге эта позиция прояснит жизнь. Значит, самый-то главный вопрос, предмет этих переговоров. Возможно ли какая-то точка компромисса? Я этой точки компромисса не вижу. Ну, в конце концов, вполне возможно, что президент Украины ее видит, но вот моя оптика не позволяет ее увидеть. Я не понимаю, каким образом можно идти на переговоры с человеком, который, ну, просто откровенно высказывает намерение уничтожить Украину. И на меньше он явно не согласен. Там могут быть какие-то временные, так сказать, уступки и так далее, но цель тут ясна. Его цель уничтожения Украины. Значит, представить себе, что будет какой-то компромисс со стороны Украины, тоже невозможно. Поэтому здесь у меня больше вопросов, чем ответов. Значит, теперь я хотел бы буквально два слова сказать о том, что происходит в России. Причем речь идет о том достаточно большом количестве людей, которых можно назвать либералами, которые против войны с Украиной, которые против путинского режима. И вот что там происходит. Есть какая-то часть, небольшая часть этих людей, которые сидят в тюрьме, кого-то уже убили, кто-то находится... Ну, мы знаем все, как их зовут. Это Скобов, это Карамурза-младший, это Яшин, это еще, так сказать, порядка тысячи, свыше тысячи политических заключенных российских. Я сейчас не беру о тех украинцев, которые находятся в российских тюрьмах, это отдельная история. Я сейчас говорю только о россиянах, о тех, кто против войны, и кто сидит за это в тюрьме. Значит, ясно, что эти люди не выйдут до тех пор, пока Путин в Кремле. Ну, а вот те люди, которые вроде бы как против войны и против путинского фашистского режима, это вот отдельная история, что с ними происходит. Ну, давайте просто посмотрим конкретика. Вот есть Надеждин. Помните замечательные очереди за Надеждина? Надеждин – это надежда, Надеждин дает надежду и так далее. Вот Надеждин бодро и весел сейчас. Он торгует лицом, очень успешно торгует лицом в Соловьином помете. Он его приглашает, Соловьев обращается к нему уважительно, не бьют его, не выгоняют. Вот он там, так сказать, вот такая вот оппозиция, российский либерал по вызову. Теперь Борис Борисович Надеждин. Вот, а еще они все готовятся к большой битве за Москву. Понимаете, в сентябре же будут выборы в Московскую городскую думу. Вот, и вот представьте себе, что вот они там будут в этом участвовать, чтобы что? Вот, чтобы что получилось? Каким образом эти выборы могут решить самый главный вопрос? Решать проблему ремонта детских площадок, велодорожек, еще чего-то, в условиях воюющей страны? Не знаю. Вот, человек, который обладает большим, Володя Рыжков, мы с ним очень давно знакомы, человек, который обладает большим политическим чутьем, при том, что у нас были разногласия, мы по-разному оцениваем разные процессы, но тем не менее, человек обладает большим политическим чутьем. И вот он сложил с себя полномочия депутата Московской городской думы, просто потому, что явно не видит вообще смысла на сегодняшний момент внутри фашистской страны представлять какую-то якобы законодательную ветвь в московском якобы парламенте. Вообще отношение к парламенту очень хорошо охарактеризовал Бастрыкин, глава Следственного комитета России, который назвал публично Госдуму государственной дурой. Это вот просто показывает роль псевдозаконодательного сучка власти, который на самом деле является бессильным, совершенно бессмысленным аппендиксом. Поэтому в целом они готовятся к этой большой битве за Москву. Теперь смотрите дальше. Помните, была такая высшая школа экономики? Оплот либеральной мысли. Вот, по сути дела, демократическая тусовка, анализ которого я неоднократно, так сказать, к анализу которого я неоднократно приступал, ну, каждый раз так немножко покасательный. Но там было два центра в этой либеральной тусовке, два центра сборки. Один центр сборки – это Эхо Москвы, а второй – это высшая школа экономики. И вот, что теперь с ней? Теперь там ректором Никита Юрьевич Анисимов, который является членом Центрального штаба Общероссийского народного фронта. Он публично поддержал вторжение России в Украину. Подписал письмо в поддержку российской агрессии. Сейчас он, вот тут несколько интервью я его посмотрел, он постоянно ездит на Донбасс. В частности, вот ему поручено курировать, так сказать, и взаимодействовать с вузами Луганской народной республики. Он очень тепло об этом отзывается. Рассказывает о том, что они там дружат с главой бандформирования ЛНР, господином Пасечником. Очень тепло о нем отзывается. Рассказывает о том, что там замечательные ректоры в этой Луганской народной республике, что они ветераны боевых действий. Ну и мне очень понравилась одна фраза, сейчас я ее найду, тут она в шпаргалке записана. Вот одна фраза, которую он в интервью сказал. Внимание! Сейчас происходят цивилизационно значимые изменения в мире. И любой человек, кто задумывается о происходящем, понимает, что формируются они там, где проходит линия фронта. Конец цитаты. Ну и вообще, так сказать, он говорит о том, что в вышке у него есть мобилизованные сотрудники, которые сейчас на фронте, ну и студенты-добровольцы. То есть, короче говоря, была вышка как такая цитадель свободомыслия, либеральной мысли, вот, а сейчас это вот такая вот, такая вот, значит, контора по организации студентов и контора по производству, поставки, так сказать, студентов на фронт. Вот, то есть, да, еще замечательная деталь, которую я узнал из этого интервью его, о том, что он сейчас через фонд Соловьева, то есть, вышка, высшая школа экономики, через фонд Соловьева собирает помощь. Вообще, это, конечно, вот, помощь для оккупационной армии. То есть, вообще, вот, скажем, ну когда, даже пять лет назад, вот такое представить себе было невозможно. Вот, так что, это вышка. Другой путь, который избрала другая организация, это Европейский университет в Петербурге. Закрыл факультет политологических наук, политических наук. Значит, декан этого факультета, Григорий Голосов, очень так скупо сообщил об этом факте, что, значит, все, кто учился на факультете политических наук, теперь станут учиться на факультете истории. А сам он уйдет в продолжительный отпуск. До этого, этому предшествовали тоже такие события, которые так не очень освещались, но я следил за этим, потому что это действительно Европейский университет в Питере, это такая тоже, тоже была такая цитадель свободной мысли. И там, значит, их оштрафовали за то, что у них в библиотеке книжки неправильные обнаружили. Значит, ну и вообще, так сказать, в программу этого вуза внесли изменения, потому что у них, в этих программах, была, как они утверждали, проверка, недооценка вклада российских мыслителей прозападная ориентация, проявление буржуазной ментальности. Вообще, извините, конечно, но вот слово о... мне просто, я не могу найти, так сказать, синонима. Вот просто, просто о... кинели. Буржуазная ментальность, понимаете, вот они нашли. А у нас чего в России? У нас вот эти вот миллиардеры, так сказать, которые из списка Forbes, они какой, социалистической ментальности? Вот, ну совсем, ну просто вот они берут эту кальку с Советского Союза, даже, даже не корректируют. Вот, короче говоря, да, ну и уволен был профессор, американист Иван Курила из вот этого Европейского университета. Короче говоря, все, кончился Европейский университет, но, скажем так, добровольно, добровольно сдулся, добровольно слился. Ну вот, вот такая вот, такая вот судьба. Либо, значит, дают либо в тюрьму, либо закрывают, либо Фильдфебеля в Альтеры дают в виде вот Анисимова. Вот такие вот, такая вот перспектива. Ну а нет, пожалуйста, развлекайтесь, приходите в качестве, значит, либерала по вызову, может даже к Соловьеву, если повезет. Вот, нет, так в какие-то менее статусные тусовки, генерации ненависти. Ну или, так сказать, вот, пожалуйста, в тюрьму. Вот такие, так вот. Да, еще вот можно замечательно участвовать в выборах Московской Городской Думы. Вот, тоже очень полезное занятие. Полезное, понятно, для кого. Вот, так что, вот такие вот, такие вот дела у российских либералов внутри России. Перехожу к ответам на ваши вопросы. Владимир задает вопрос про точки соприкосновения позиций Путина и Зеленского. Вот, ничего себе. За последние два года из риторики политиков и обозревателей исчезло понятие по состоянию на 23 февраля 22 года. Интересно, почему? На ваш взгляд, может ли указанное понятие стать той точкой соприкосновения, вокруг которой будут вестись переговоры о мире перемирия? Уважаемый Владимир, я, ну, теоретически можно такое себе представить. Я понимаю, о чем вы говорите. Вот, позиция Зеленского изначально не, так сказать, не на, значит, 23 февраля 22 года, а теперь уже до границы 91 года. Теоретически можно себе представить, что в результате того, что происходит сейчас и в мире, и затянувшаяся война, я не могу исключить, что позиция, например, Украины, а значит, фактически позиция Зеленского, потому что Зеленский, в общем-то, вряд ли может, можно представить себе ситуацию, когда Зеленский очень сильно, позиция Зеленского будет очень сильно отличаться от общественного мнения в Украине. Так вот, сдвиг позиции Украины от линии 91 года до линии 23 февраля 22 года, я думаю, что не является невозможным. Я не утверждаю, что этот сдвиг произошел, я не утверждаю, что этот сдвиг может произойти, но он не является невозможным, потому что, ну, действительно, потери огромные, действительно, так сказать, ситуация не такая, чтобы можно было прямо сегодня сказать, что оккупанты разбиты, и они терпят поражение. Нет, этого не происходит. И поэтому, в принципе, подход именно такой, что украинская позиция может быть, я абсолютно в этом убежден, я примерно представляю себе и социологию украинскую, и настроение тех людей, с которыми я общаюсь каждый день, буквально, по нескольку, по нескольку, и иногда даже по, там, ну, порядка 10 человек в Украине на каком-то контакте со мной постоянно присутствуют. Я уж не говорю о тех ваших комментариях, которые я читаю после стримов. Так вот, представить себе, что вот такой сдвиг, что такой точкой компромисса для Украины будет не 91-й год, не линия 91-го года, а в качестве временного условия прекращения огня линия 23-го февраля 22-го года, это не невозможно. То есть, это возможно. Вот такой вот компромисс. Но я абсолютно убежден, что для Путина эта точка компромисса невозможна. Потому что это означает, что он должен каким-то образом объяснить людям и публично обосновать, что вот эти два с лишним года войны и эти сотни тысяч российских военнослужащих, которые были уложены в украинский чернозем и эти уничтоженные, так сказать, разрушенные в том числе и элементы инфраструктуры российской и вся эта изоляция и весь этот кошмар это все напрасно и надо отползать. Но это представить себе невозможно. Во-первых, Путин этого не хочет, а во-вторых, он понимает, что это ну просто он сразу превращается в потерпевшего, он превращается в лузера, он превращается в проигравшего, но он точно не пойдет. Поэтому я думаю, что маловероятно, уважаемый Владимир, я думаю, что это переговоры, конечно, можно вокруг этого вести, но вряд ли это станет точкой компромисса. Несколько вопросов, и в частности вот от человека, у которого который называется недвижимость и Лизард. Вот два вопроса одинаковые. Один вопрос, ознакомьтесь, пожалуйста, с два вопроса к ФБК от СОТЫ, а второй прокомментируйте, пожалуйста, расследование СОТО о финансовой стороне ФБК. Я, естественно, познакомился с этим расследованием, с этим материалом. Материал серьезный. Я сразу хочу уточнить, у меня, то есть это у нас есть на сегодняшний момент две СОТЫ, ну, так сказать, два вот этих вот медийных ресурса с очень похожими названиями. Одна это то СОТОВИЖЕН, с которой я сотрудничаю на протяжении всего этого времени, это структура под руководством Александра Агеевой. Вот, и вторая СОТО, которая, так сказать, откололась, я сейчас не хочу комментировать там причины и так далее, это все тема совершенно другого разговора и не очень интересного. это под руководством Абухова. Так вот, это расследование провела СОТО под руководством Абухова, поэтому у меня даже и телефона нет, ну, в общем, короче говоря, я не выяснял, что там и как, но, по крайней мере, выглядит это расследование убедительно. Смысл там заключается в том, что два вопроса задаются ФБК. Первое, это значит, в результате расследование было выяснено, что ФБК ведет к, так сказать, очень непрозрачную бухгалтерию, то есть отчетность ФБК свидетельствует о том, что там так сказать, ну, характер отчетности уход от налогов, налоговые схемы такие, которые характерны для бизнес-структуры, но никак не для вот расследовательской структуры, которая должна быть предельно прозрачна. И второе, непонятно, кому принадлежит ФБК. То есть, там по документам следует, что ФБК не принадлежит ни Волкову, ни Певчих, ни кому из публичных лидеров, которые себя так заявляют, а принадлежит каким-то совершенно другим людям. Вопросы есть, и наряду с огромным количеством вот таких более общих вопросов, более содержательных, вот эти вопросы тоже являются тем, что в принципе требует какого-то прояснения. То есть, вопросов к ФБК все больше и больше. После трагической гибели Навального эта организация явно утрачивает позиции такого лидера российского сопротивления. Вот, это моя точка зрения, я неоднократно ее высказывал, и вот эти расследования и вот эти два вопроса к ФБК от СОТы, они в какой-то степени еще усиливают вот эту позицию. Значит, вопрос от Любови Марковой. Заинтересовал ваш ответ про гражданство Литвы. Я так вас поняла, что россиянин тоже может попытаться получить гражданство Литвы. Это касается только тех, кто уже находится внутри страны, но пока не является ее гражданином, но имеет такое желание. Или же россиянин, не находящийся на территории Литвы, также может попробовать получить литовское ПМЖ и далее гражданство. Въезд в Литву для россиян закрыт? Закрыт. Или открыт только для членов семей граждан Литвы, или еще по каким-то основаниям россиянин может въехать в Литву. Значит, смотрите, ну, прежде всего, россиянин может получить возможность въехать в Литву и дальше претендовать на ПМЖ, а в дальнейшем может быть и на гражданство, в том случае, если он докажет то, что нахождение, то есть, либо это в статусе политического беженства, беженца, либо это статус человека, которого преследуют в России. то есть, возвращение в Россию небезопасно для него. В этом случае человек может получить, да, ну, естественно, если это, если это, так сказать, член семьи. Или, это отдельная история, если человек может доказать литовские корни, то есть, то, что у кого-то из предков было литовское гражданство. Это отдельная программа в Литве существует, они тоже, там, я помню, какой-то вопрос я выписывал, тоже связанный с этим. Вот, так что, в принципе, вы можете получить, так сказать, вид на жительство и дальше, если говорить о гражданстве, то это совсем отдельная история, там надо пять лет прожить, каждый год надо продлевать вид на жительство, заново получать вид на жительство, каждый раз вам могут отказать, причем иногда могут отказать вообще без объяснения причин, это надо отдавать себе отчет, что это абсолютное право любой страны отказать любому человеку без объяснения причин в нахождении на территории страны. Вот, ну вот, если пять раз человек продляет вид на жительство, то, в принципе, через пять лет постоянного пребывания в стране можно претендовать на постоянное пребывание на гражданство, для этого нужно сдавать экзамен, естественно, надо знать язык, надо знать историю, конституцию страны, то есть, короче говоря, быть добросовестным гражданином. Вот, это вопрос от Кнорки, разве местный житель по совместительству секретный американский агент, а попросту шпион, к примеру, в Афганистане не является предателем своей родины? С моей точки зрения, так вполне, и светлое имя его, может, должно быть оглашено. Как вы считаете? Это, я так понимаю, к вопросу Абасанжа, который своими разоблачениями, в общем, мог, по крайней мере, сдать какое-то количество американских агентов в Афганистане и в Ираке. Ну, правда, нет доказательства, что вот его разоблачения они привели к каким-то трагическим последствиям для американской агентуры, но такое могло быть, по крайней мере. Вот, я думаю, что если бы были случаи гибели этих агентов по вине, по вине, так сказать, разоблачения Асанжа, то это было бы опубликовано. Ну, не знаю, в общем, короче, ну, не в этом дело, вопрос понятен. Уважаемые коллеги, значит, понимаете, весь вопрос на чьей вы стороне, если вы на стороне талибов, то да, если вы считаете, что талибы являются законным правительством Афганистана, они не террористической организацией, которая силой захватила власть, просто силой оружия, то тогда да. Если нет, то, понимаете, все-таки, так сказать, люди, которые работали на Соединенные Штаты Америки внутри Афганистана, они желали своей стране добра, они не работали на интересы Соединенных Штатов Америки, они работали на интересы Афганистана, считая, что, так сказать, трансформация, какой-то переход Афганистана из стадии вот того архаического общества, в котором они находятся сейчас, эта страна, в просвещенное общество, общество, в котором женщинам можно учиться и работать, открывать свои лица, в общество, в котором есть нормальная наука, культура, образование и нормальное производство, а не та архаика, в которой сейчас погружают на эту страну талибы. Если такой человек для того, чтобы реализовать эти свои цели, работает, в том числе, помогает американцам, я не думаю, что он предатель. Я правда думаю, что это совместимо с патриотизмом. И очень многие люди работали на американскую администрацию, когда она была в Афганистане, потому что искренне были убеждены, что они патриоты своей страны. Это не предатели продажные, которые выведывают какие там афганские секреты мог выведывать агент. Нет, это были люди, которые пытались каким-то образом выяснить террористическое подводство. Они работали против Талибана. Вот что они делают. Я считаю, что они в этом случае патриоты своей страны. Вопрос от Руслана. В свете прозвучавшего на медне вопроса о диктатуре пролетариата вы сказали, среди профессиональных революционеров почти не было выходцев из пролетариата. А как же Иван Васильевич Бабушкин, который был выходцем из рабочих. Я просто просил бы иметь в виду, уважаемый коллега, я просил бы иметь в виду контент. Контент был такой. Понятие диктатуры пролетариата было лживым по отношению к самому пролетариату, потому что в практике, непосредственно в самой практике. Когда большевики марксисты пришли к власти, то ни один профессиональный революционер из тех, кто пришел к власти, не был выходцев из рабочих. Ни один, подчеркиваю. Значит, Иван Алексеевич Бабушкин был, как вы знаете, расстрелян в 1906 году. То есть задолго до того, как большевики пришли к власти. Просто за 11 лет до того, как пришли большевики к власти, Бабушкин был расстрелян. Поэтому фигура Бабушкина не может быть воплощением диктатуры пролетариата. Он никакой диктатурой не занимался. Он был просто убит. Поэтому ни в какую власть он не пришел. А те, кто пришли к власти, никакого отношения к пролетариату не имели. И Ленин, и Сталин, и Троцкий, и Луначарский, и Бухарин. Это люди никакого отношения к пролетариату не имевшие. Вот о чем идет речь. Это профессиональные революционеры. Ну или люди, которые занимались разного вида деятельностью, в том числе литературной, какой угодно, но только не пролетарской. Александр. Давайте абстрагируемся от Израиля, где постоянно идет спор между сторонниками государства евреев и государства всех граждан. От Литвы, от штатов и так далее. Вот вы как считаете, что лучше в любой стране отвечает 21 веку? Политическая гражданская нация или нация как этно-религиозная общность 19-20 столетия. А как сторонник государства всех граждан, я спрошу, согласны ли вы с тем, что ранжирование по этно-религиозному принципу, признаку в любой стране, рано или поздно, но непривенно приводит к вопросам чистоты крови или правильности религии? Уважаемый Александр, вопрос, конечно, риторический. Значит, он немножко напоминает такое, вы как хотите, вам голову отбить, поехали на дачу. Ну, естественно, желание, так сказать, давайте поедем на дачу. Вот, поэтому, когда вы так ставите вопрос, естественно, желание сказать, вы знаете, вот, конечно же, политическая гражданская нация, а вот то, что там 19 век, это плохо. Но сама постановка вопроса, предложение абстрагироваться от Израиля, Литвы, Соединенных Штатов Америки и вообразить какое-то абстрактное государство, которое вне времени и пространства висит в воздухе и дальше по отношению к нему решать, что лучше. Это несколько, так сказать, такой вот прием, ну, мне кажется, неправильный. Значит, конечно, гражданская нация современнее, да, но возникает вопрос, невозможно, во-первых, абстрагироваться от конкретной, от конкретики страны. Ну, вот, берем, берем так, вот, Израиль создавался с самого начала как еврейское государство. Ну, и куда же он денется от этой сути, которая заложена при его создании, как воплощение тысячелетней мечты еврейского народа о возвращении на родину, на землю предков и создание, и действительно, так сказать, в основе государства Израиля лежала и лежит идея сионизма. Собрание евреев, так сказать, на исторической родине. И это основа. И тут никуда не денешься. Если вынуть этот стержень, то никакого Израиля не будет. А, в общем-то, получилось государство. Получилось хорошее государство, в которое хотят, в котором хотят жить очень многие люди, в том числе и неевреи. Значит, вот возникает такая проблема. Убрать этот стержень невозможно, потому что это еврейское государство. Значит, теперь дальше. Вы утверждаете... Да, это не только с еврейским государством. Есть, например, Литва, в которой я сейчас в настоящий момент нахожусь. Я знаю, что в Литве действует программа эмиграции лиц литовского происхождения и лиц, имеющих право на восстановление литовского гражданства. То есть, это те люди, которые были в свое время, так сказать, в период жизни в Советском Союзе. Многие из них были депортированы, многие умерли, находились в Сибири. И вот этих людей Литва возвращает на родину. им предоставляется преимущественное право получения гражданства. Да, они должны сдавать экзамен по языку, но тем не менее у них упрощенный способ получения гражданства. Это восстановление исторической справедливости. То есть, понимаете, когда уничтожали по национальному признаку, репрессировали по национальному признаку, то это был акт чудовищной несправедливости по отношению к этому народу. И сейчас государства, которые населяют вот эти народы, еврейский народ, литовский народ, немецкий народ, который тоже принимает немцев и создает им условия для получения немецкого гражданства, они все восстанавливают историческую справедливость, и устраняют ту несправедливость, которая допущена была по отношению к этим народам. Это нормально. И что самое главное, последнее, что нет никакой проблемы чистоты крови, а тем более вопроса правильности религии. Ну, насчет вопроса правильности религии, уважаемый Александр, я надеюсь, что вы пошутили, потому что по отношению к религии вопрос правильности или неправильности это примерно так же, а какого цвета та или иная религия, или какая она на вкус. Это вопрос неправильно поставленный. Религия не бывает правильной или неправильной. Вот, религия это вопрос веры, а правильная или неправильная это вопрос науки, верная истина или не истина. Поэтому здесь это, конечно, вы, ну, наверное, сами понимаете, что вы, так сказать, ну, просто вот по инетции что-то написали. А теперь, что касается вопроса чистоты крови. Понимаете, после того, как человек получил израильское гражданство, никто не спрашивает у него, какая у него кровь. И в Израиле существует, прекрасно себя чувствуют люди совершенно разных национальностей. И вы это прекрасно знаете. Там есть и арабы, и друзы, и русские, и кто угодно. То есть, люди самых, и никакого, никакой разницы, никакой чистоты крови, никто, так сказать, черепа не меряет, никто кривизну носа не измеряет, и, так сказать, степень, насколько, так сказать, выпуклые глаза, никто никого не меряет. То есть, на самом деле, в Израиле нет никакого нацизма, никакого вообще. То есть, ты там живешь, если ты дали гражданство, все, ты гражданин, без всякого ограничения. Точно таким же образом в Литве. Дали гражданство, живешь. Кто там, какая у тебя, какая у тебя кровь, никто, никто, тебе, так сказать, в тебе с этой пипеткой не лезет. Никто кровь на чистоту не про... Точно так же и немцы. То есть, поэтому это вот все какие-то, мне кажется, надуманные вещи. Надуманные вещи. Вот. А страны разные, у стран разная история, разное национальное самосознание, разная историческая память, от нее никуда не денешься. Поэтому вот абстрактно так рассуждать, а давайте мы отвлечемся от конкретного исторической... от конкретной практики в различных странах, невозможно. Вот. Так что... Но самое главное, что это никак не влияет на уровень демократии и свободы в стране. Никак не влияет, абсолютно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok